Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС, в студии Юлия Смирнова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Визит депутата Государственной Думы Артема Турова на Смоленскую АЭС. Совет руководителей предприятий города. Отчетная выборная конференция организации молодых атомщиков. Плановое совещание с руководителями подразделений на атомной станции прошло в расширенном формате. В мероприятие приняли участие не только сотрудники АЭС, но и представители городской власти. Директор станции Александр Васильев представил собравшимся депутата Государственной Думы Российской Федерации Артема Турова, который отметил вклад Смоленской АЭС в развитие атомной отрасли России и от имени Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия» поздравил коллектив предприятия с присвоением отраслевого статуса лидер ПСР. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. На Смоленской АЭС в работе находятся энергоблоки номер 1, 2 и 3 с электрической мощностью 3184 мегаватта. Существенных замечаний по работающему оборудованию, препятствующих несению нагрузки нет. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. 29 февраля депутат Государственной Думы Российской Федерации Артём Туров принял участие в расширенном плановом совещании директора Смоленской АЭС с представителями администрации и предприятий города. Он отметил вклад Смоленской АЭС в развитие атомной отрасли России, поздравил коллектив предприятия с присвоением отраслевого статуса лидер ПСР. От имени Смоленского регионального отделения партии «Единая Россия» поздравить предприятие с присвоением статуса предприятия лидер ПСР. Если я не ошибаюсь, в этом месяце произошло такое замечательное событие. Разрешите поздравить и коллектив предприятия, оценка высокая, на высоком уровне. Опыт послужит, я думаю, развитию в этой отрасли других предприятий, а также пожелать коллективу новых сил в каждодневной работе и выполнению поставленных задач. Депутат Государственной Думы также посетил действующие энергоблоки Смоленской АЭС, ознакомился с работой персонала. Состоялось заседание общественной организации Совета руководителей предприятий Десногорска. Эта организация стала мощной, действенной силой, реализующей основной проект – сделать город атомщиков образцовым. Совету руководителей предприятий удалось успешно реализовать программу по благоустройству центральной улицы. Но есть острая необходимость привести в порядок микрорайоны. В Десногорске продолжается деятельная работа по искусственной улице. В Десногорске продолжается деятельная работа поискового движения. С предложением создать музей под открытым небом выступил руководитель поискового отряда «Обелиск» Алексей Тимофеев. Концепция разработки именно музея легла у нас не только как музей, но и как площадка под реставрацию, реконструкцию времен Великой Отечественной войны. В повестку дня был включен вопрос о поддержке детских дошкольных учреждений, регулярных обходах дворов, рабочей группы и совета руководителей с тем, чтобы лично у жителей узнавать о нерешаемых проблемах. Целесообразно и нам нужно в первую очередь с Вячеславом Владимировичем специальному графику посещать дворы, встречаться с жителями, отвечать на их вопросы, в том числе смотреть, как работают коммунальные службы, в каком состоянии находятся вопросы обеспечения безопасности. Важно, что коллективы предприятий работают в составе Общественного совета не по принуждению. Они осознанно идут на материальные и трудовые затраты, потому что понимают, что никто не поможет нашему городу, кроме нас самих. На заседании был принят девиз организации «Десногорск – единая команда». За успешную работу в составе совета в 2015 году руководитель ЭЛС Сергей Ольховиков был отмечен почетной грамотой организации. 29 февраля прошла отчетно-выборная конференция «Организация молодых атомщиков Смоленской АЭС». В работе конференции приняли участие директоры атомной станции, представители службы управления персоналом профсоюзного комитета и ветеранской организации предприятия. Руководство Смоленской станции будет их предь поддерживать всех молодых работников по всем направлениям, в том числе и вашу организацию. Для всех очевидно, что молодежь – это наше будущее. В Организации молодых атомщиков на сегодняшний день состоит 123 человека. Их деятельность охватывает производственно-техническую сферу, патриотическое воспитание молодежи, организацию спортивных и досуговых мероприятий с привлечением ветеранов, работников Смоленской АЭС и членов их семей, а также жителей города. Они достойно представляют атомную станцию на корпоративных и отраслевых мероприятиях. Путем открытого голосования был избран состав Совета организации молодых атомщиков Смоленской АЭС. Председателем избран инженер отдела ядерной безопасности и надежности Григорий Шахмудь. Молодые атомщики, проявившие себя в 2015 году, были отмечены благодарственными письмами от имени директора Смоленской АЭС и профсоюзного комитета станции. Григорий Шахмудь поблагодарил всех молодых атомщиков за проделанную работу и особенно отметил поддержку со стороны руководства предприятия. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Хороших вам новостей и всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин